На улицах лужи, на дорогах пробки. Сильный дождь доставил много неудобств жителям республики. В Азбербайше стартовал форум «Каспий-2024». Он собрал около 500 участников из разных уголков России и зарубежья. Для молодых лидеров это возможность воплотить свои цели, получить новые знания и расширить круг общения. Среди участников форума и наш корреспондент. Безопасность граждан превыше всего. В Махачкале прошли рейды сотрудников газовых служб и правопорядка по выявлению самовольных подключений к газовым сетям. Цель – уберечь жителей от несчастных случаев. Духовный лидер Дагестана Муфтий Шейх Ахмада Фанди провел встречи с аспирантами Дагестанского исламского университета и учеными-богословами из Киргизии. Улицы Махачкалы превратились в реки. Сильный ливень затопил столицу республики. Передвигаться пешком тяжело, из-за глубоких луж промокают ноги, а ездить на машине долго. В связи с потопом города движение автомобилей затруднено. На залитых водой дорогах образовались сильные пробки. В Дагестане прошли учения по ликвидации аварий на объектах электроэнергетики и ЖКХ. Их цель – повысить эффективность работы служб спасения во время чрезвычайных ситуаций. По легенде учений, в республике из-за грозы, дождя и сильного ветра более 25 метров в секунду в микрорайоне Восточная Пальмира произошли обрывы, перехлюсты и повреждения линий электропередач. Без энергоснабжения остались более 6 тысяч человек. Из них около полутора тысяч – дети. Есть пострадавшие. Им требуется медицинская помощь. В ходе созданной условной обстановки были проведены практические мероприятия по отработке оперативного реагирования сил, средств и проведения аварийно-восстановительных работ. Сотни единомышленников, новые знания и отличное времяпровождение. Все это нашел для себя Эльдар Магомедов на молодежно-образовательном форуме КАСПИ-2024. Это не первое его участие в проектах Росмолодежи, но именно сюда Эльдар приезжает с особым удовольствием. По его словам, с каждым годом форум в Дагестане становится все успешнее и масштабнее. Участвую на многих всероссийских форумах и в данный момент принимаю участие на всероссийском молодежно-образовательном форуме КАСПИ. Здесь уже я нахожусь второй раз и уже получается с каждым годом этот форум все улучшается и улучшается. И здесь есть очень много полезного, как образовательная программа, так и культурная. А здесь основная цель, конечно же, найти своих единомышленников, познакомиться с интересными людьми и, конечно же, получить очень ценные знания. Тренинги, лекции и полезные лайфхаки. Это и многое другое получают участники образовательной программы в четырех направлениях. Они могут углубить знания, получить наставничество профессионалов и отработать навыки на сессиях, отмечает директор форума Шамиль Садыков. В каждом направлении они работают над ключевыми продуктами своего направления. Новости у нас каждый год добавляются, в этом у нас больше участников стало. Плюс дополнительно у нас образовательная программа стала плотнее. У нас уже до 7 часов. С 5 до 7 тоже у нас проходят образовательные тренинги. Приезжают у нас как дагестанские спикеры, так и из других стран. Есть также у нас такие лекции, как по бизнесу, по ораторскому искусству. Дополнительно можно получить экспертизу, получать свои навыки. Каспий-2024 торжественно открыл председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он осмотрел территорию форума и альтернативные площадки, на одной из которых расположился павильон регионального отделения «Молодежь села». И благодаря этому направлению сельские ребята могут реализовать свои проекты и идеи. В рамках программы у нас есть такие треки, как карьера на селе, у нас есть такие треки, как молодые предприниматели на селе, творчество на селе, спорт на селе. И буквально в этом году мы стали победителями гранту главы республики Дагестан. У нас такой просветительский проект, который называется «Сельская молодежь. Будущие села». Отметим, что форум проходит с 23 по 28 сентября в Избирбаши. И участниками проекта в этом году стали порядка 500 человек от 14 до 35 лет. Это представители Северокавказского федерального округа, иных регионов России, а также зарубежных государств. Тамара Самедова, Мурат Бекбарзов, Давуд Гасанов. Новости ННТ из Избирбаш. Сотрудники газовых служб и правопорядка провели очередной подомовой обход для выявления и устранения самовольных подключений к газовым сетям. В графике более сотни квартир и домов. Главная задача таких проверок – обеспечить безопасность жителей. В этой многоэтажке на улице Камаева специалисты-частые гости. У жильцов нет никаких документов ни на дом, ни на газ. Но собственники уже неоднократно подключались самостоятельно к сетям, используя резиновые шланги. Тем самым нарушался не только закон, но и безопасность. Рейдовые мероприятия у нас происходят ежедневно. Мы ежедневно отрабатываем все районы города Махачкалы. Проводим отключения несанкционированных и самовольных подключений к сетям газораспределения Махачкала. При самовольном подключении к сетям газораспределения может случиться аварийная ситуация. То есть это не по стандартам подключенные к сетям газовые оборудования, шланговые соединения. Но основная цель – безопасность. Такая же история в доме на улице Научная. По словам сотрудников компании, и здесь вмешательства в газовые сети устранялись не один раз. Население продолжает подключаться. Врезку в газопровод они проводят с помощью самодельной сварки и гибкого шланга. А вот буквально в 30 метрах через дорогу дом, жильцы которого решили взять ситуацию в свои руки. Они собрали необходимую документацию, и совсем скоро их ждет законное подключение. Но до этого момента важно перепроверить установку и состояние газовых приборов, подготовить их к пуску голубого топлива. До проведения официального газа был просто монтажный шланг, который то пропускал, то утечка бывала откуда-то. И сейчас, когда проводишь, то все официально, железные трубы, и поставлен счетчик, поставлен утечки газа, поставлен датчик. И в этом плане очень не беспокоиться, что может быть утечка какой-нибудь, какой-нибудь взрыв дома, и о безопасности можно уже как-то не думать. Газификация частного и многоквартирного дома – это сложная процедура, которая должна осуществляться исключительно работниками газовой службы. Ведь неправильная установка такого оборудования может привести к утечке газа, а значит, к летальному исходу. Прежде всего, сотрудники «Газпрома» рекомендуют отнестись соответственно к покупке квартиры, чтобы не попасть в ситуацию, когда зимой вы останетесь без газа, а следовательно, без тепла. У людей возникают проблемы с отсутствием документов, правооспанавливающих. И, конечно, хочется отметить, чтобы они при покупке жилья обращали внимание на наличие всех документов, в том числе открытие лицевых штатов, на использовании коммуникаций – это газ, вода, свет. Но на тот случай, если у людей возникают вопросы сложности с документами, оформлением православных документов, есть у нас рабочая группа, созданная главой республики, где выходят представители жилищной инспекции. С января этого года специалисты «Газпрома» проверили почти 60 тысяч абонентов. У более чем 10 тысяч из них выявлены нарушения. Рейдовые мероприятия, цель которых – уберечь дагестанцев от несчастных случаев от утечки газа, проходят ежедневно. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Акция «Сад памяти» прошла в Хунзахском районе. Здесь увековечили память бойцов, погибших в зоне специальной военной операции. Участие принял председатель правительства республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов. Минутой молчания почтили погибших военнослужащих, героически выполнявших свой воинский долг. Отметим, что более 500 уроженцев Хунзахского района в настоящее время принимают участие в спецоперации. Страна многонациональная, многоконфессиональная. И мы будем жить в мире назло всем им. И будем воспитывать свою молодежь в духе патриотизма. В селе Сертыч Табасаранского района произошло крупное хищение. Неизвестные лица незаконно вывезли плодородный слой почвы. Правоохранительные органы ведут расследование, чтобы установить личности виновных. В рамках рассмотрения, обращения и выездного обследования земельного участка в должностном милиции управления был зафиксирован данный факт, а также установлен причиненный вред почве и рассчитан ущерб в размере 24 млн 645 тысяч рублей. Материалы дела переданы в МВД России по Табасаранскому району для проведения процессуальной проверки. Муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди встретился с преподавателями и студентами аспирантуры Дагестанского исламского университета. Духовный лидер дал ценные наставления и мудрые советы молодым учёным. Тот, кто знает больше всех, ещё не является алимом, отметил Ахмад Афанди. Это альм-тақва. Но нигде не говорится, это алим, это тот, кто больше всех знает. Так нигде не говорится. Я своей специальностью называю преподавание. Когда мне говорят, ваш выпускник или же что-то такое доброе, полезное дело совершил, но я могу клясться, чем ваши родители, чем ваши самые близкие родственники, чем даже вы сами. Я радуюсь этому и благодарю Аллаха за это. И наоборот, если мне говорят, ну, кто-то наш близкий человек, хотя я его даже могу не знать, когда мне говорят, вот такое подлое дело совершил, вот так наговорил на кого-то, вот так поступил, не по-мужски, можно сказать, если коротко, конечно, я больше всего я переживаю. В этот же день муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с кыргызскими учёными-богословами в стенах Дагестанского Исламского университета. Гости являются преподавателями Медресе в Бишкеке. Шейх обсудил с ними специфику исламской работы, программу исламского образования в Дагестане и в Киргизии, а также наследие богословов прошлого. Учёные рассказали, что давно ждали возможности приехать в Дагестан и лично встретиться с шейхом Ахмадом Афанди. В завершении встречи гости вручили шейху подарок, который они привезли из Киргизии.